здравствуйте это канал компании viva телеком меня зовут вадим калинин и сегодня мы представим вашему вниманию цифровые станции носимые стандарта dmr производства компании motorola называется данная серия dp 4000 е в нее входит линейка из нескольких моделей точнее из трех dp 4400 и 4401 или 4401 это станции без дисплея и клавиатуры 4600 и 4601 это станции с усеченной клавиатурой и с дисплеем цветным и 4801 это и 4800 это станции с полноразмерной клавиатурой и с цветным дисплеем будем мы всю серию описывать на примере самой полнофункциональной станции dp4801 е она называется линейка с индексом е 4000 я пришла на смену старой линейка dp4000 которая сейчас уже снимается с производства то есть последние модели со склада распродаются на замену им выпускается dp4000 е чем они отличаются я расскажу позже то есть моторола ввела много усовершенствований в новой данной серии и я подробно опишу все преимущества по сравнению с прошлой на по частотным диапазонам они также различаются то есть есть модификации в 136 174 мегагерца далее есть модификации в речной диапазон 300 360 мегагерц и есть вариант в 400 мегагерц 403 527 давайте начнем с комплектации а потом уже тогда остановимся на том что станции умеют и какие функции поддерживают в данном случае нам станция пришла в двух коробках возможно есть варианты и полноразмерная коробка куда помещается сразу зарядную устройство но вот в данном случае она в таком виде идет зарядное устройство с сетевым адаптером для сети 220 вольт адаптер импульсный но давайте я скажу какой у него параметры напряжения и потребляемого тока 14 вольт у него на выходе 1 ампер потребляемый топ и стакан зарядного устройства в плн 42 26 называется в целом эти два сетевой адаптер и стакан зарядного устройства называется в плн 42 55 а то у некоторых заказчиков возникает вопрос почему вы нам продали 42 55 на стакане указано в плн 42 26 так вот 42 26 это просто стакан без сетевого адаптера сетевой адаптер плюс стакан называется в плн 42 55 так зарядка быстрая технология импресс поддерживают то есть заряжает все типы батарей которые выпускаются для данной серии для 4000 так теперь в коробке самой радиостанции идет набор документации мультиязычные в том числе русский язык здесь естественно есть но тут полезного естественно ничего нет потому что все вся функциональность выбирается при программировании радиостанции далее идет антенна соответствующий диапазон вы естественно можете заказать не только стандартную антенну но и в какой-то либо в какой-то интересующий вас диапазон частот либо укороченную например антенну то есть у нас на сайте все они добавлены можете выбрать по своему усмотрению далее идет клипса на пояс крепление радиостанции далее идет заглушка аксессуарного разъема для того чтобы влага не никто не проникала на контакты далее идет аккумуляторная батарея на ней сразу становлюсь подробней то есть батарея может быть в различного типа то есть вот в данном случае комплектация не стандартная батарея идет литий-ионная на 3000 миллиампер час емкость соответственно при заказе радиостанции вы можете изменять не только антенну скажем портативную какая будет в комплекте но и аккумулятор и зарядное устройство но может быть много позиционно например 6 местные либо вообще вы можете приобрести радиостанцию без зарядного устройства то есть это все гибко настраивается при выборе единственное сразу хочется отметить что если комплектация какая-то будет нестандартная и ее не окажется у нас либо на складе дистрибьютора то срок поставки именно с производства компании motorola занимает на данный момент 6-8 недель так что обращайте на это внимание и заказываете какую-то нестандартную комплектацию заранее я в данном случае аккумулятор называется пмн 44 93 емкость у него 3000 миллиампер час литий-ионного исполнения он как я уже сказал вообще в стандарте вот за ту цену которая указана у нас на сайте идет в комплекте аккумулятор литий-ионный на емкостью 1650 миллиампер час раньше линейка dp 4000 без индекса я шла батарея на 1400 миллиампер час и она была никель-металл гидридная сейчас motorola поменяла стандартную комплектацию при этом цены остались прежними так ну и сама станция так выглядит она следующим образом от серии dp 4000 или вот в данном случае 40 dp 48 01 станция не отличается фактически единственная кнопка здесь стала другая ну и особенности или изменения затронули все в основном внутренние исполнения то есть теперь она соответствует стандарту и пи 68 ранее это селе четырехтысячная была и пи 57 то есть она допускала погружение в воду на глубину до одного метра на время до 30 минут сейчас motorola гарантирует погружение до двух метров на время до двух часов то есть это вот одно из главных отличий новой серии с индексом е от старой линейки 4000 далее что еще нового стало у данных станций то есть motorola изменила чувствительность приемника как в цифровом режиме так и в стандарте ну как в цифровом режиме стандарта dmr так и в аналоговом режиме теперь в аналоге у данной радиостанции 16 сотых микровольта чувствительность в dmr 14 сотых микровольта motorola утверждает что это позволило улучшить дальность радиосвязи данной серии на 8 процентов как минимум далее улучшено было улучшено было энергопотребление то есть с такими же батареями dp 4000 4000 есть серия потребляет примерно на 20-30 процентов меньше энергии чем dp 4000 старая серия дальше они еще лучше сделали аудио трак теперь станция еще четче работает и разборчивость речи у него стало лучше динамик остался прежним по мощности то есть 0,5 вата он по-прежнему и есть так теперь в серии те модели которые заканчиваются на единичку то есть dp4401 dp4601 dp4801 содержит себе еще gps и глонасс ранее было gps только либо глонасс был под заказ то есть за дополнительную плату предлагалось устанавливать у motorola теперь и gps и глонасс уже встроенные приемники в радиостанцию bluetooth стал 40 то есть вот у 4401 4601 и 4801 то есть те модели которые заканчиваются на единичку у тех есть вай фай модуль есть модуль bluetooth и есть модуль gps плюс они поддержат установку дополнительных плат то есть те модели которые заканчиваются на ноль ничего этого нет то есть невозможно установить дополнительные платы не беспроводных соединений у него у них тоже нет обращайте на это внимание так то есть bluetooth теперь стандарта 40 валь вай фай поддерживает 802.11 б г и н стандарты для чего нужен вай фай он необходим для не только для программирования радиостанции ну например частоты там или скажем книгу контактов можно через вай фай поменять но возможно и обновить прошивку теперь по беспроводному соединению единственное что я хочу отметить что вай фай также нужно хоть модуль здесь и установлен нужно устанавливать дополнительную лицензию чтобы пользоваться вай фай далее что еще было улучшено по сравнению с предыдущей серии в принципе все наверно да я все озвучил это основные а ну еще теперь встроенные акселератор здесь установлен для того чтобы можно было работать системе мэн даун то есть функция упавшего человека здесь теперь встроенный модуль лет но опять же чтобы эта функция работала нужно установить дополнительную лицензию так теперь по поводу сигналинга станция работает как в аналоге так и в цифре и соответственно в аналоге она поддерживает следующие стандарты она работает сигналингом дисси диссис это то есть цифровые поднесущие сети css аналоговая поднесущие далее стандарт моторольский mdc quick call 2 select 5 или five тонн и станции которые позволяют ставить дополнительные платы м5 1327 не могут еще работать в аналогом так тракт транки то есть те модели которые заканчиваются на единичку позволяет устанавливать оплату m5 1327 плата у нас на сайте добавлено могу ее название назвать конечно сразу по млн 7394 а если называется на сайте можете посмотреть стоимость то есть данная линейка подойдет для замены например станции gp 680 которые именно выпускали стандартам 513 27 теперь можно заменить вот этой серии motorola далее в цифровом стандарте дмр какие системы поддерживают данной радиостанции то есть motorola разработала собственные цифровые системы связей и изначально станция работает в айпи сайт коннект и в сингл сайт и в мульти сайту и в capacity плюс для того чтобы она работала в capacity max или connect плюс требуется установка лицензии для connect плюс еще и требуется установка оплаты дополнительный так ну в принципе а еще и не сказал про клавиатуру то есть вот здесь кириллический набор символов для россии мы в принципе и будем заказывать всегда клавиатуру именно с русскими буквами и как же все меню все управление естественно на русском языке и цифровые сообщения вы естественно созданы клавиатуру тоже можете отправлять принимать на русском языке но и набирать соответственно тоже станции прям так в общем то наверное все по поводу стандартов пыли и влагозащиты айпи 68 я сказал по поводу вибрации устойчивости к туману скажем вибрации и так далее станция поддерживает стандарт 810 процедуры cd и f и g то есть у нас на сайте есть файл привязанный в данный радиостанцию ко всей линейке соответственно вы можете скачать и посмотреть какие конкретно радиостанция процедуры проходила поэтому 810 стандарт в общем то все у кого есть вопросы задавайте обязательно ответим то есть кому нужна нестандартная комплектация либо пишите в поле дополнительной информации либо обращайтесь менеджером все подберем самостоятельно в принципе просчитать стоимость вы тоже можете то есть вы допустим если хотите аккумулятор какой-то нестандартный поставить отнимаете стоимость стандартного добавляете стоимость того который вам необходим кстати да я еще не сказал станции и теперь могут быть выпущены по взрывобезопасности по стандарту взрывобезопасности те 4950 это класс взрывобезопасности чуть проще от икса но многим предприятиям в принципе достаточно его сертификат российский на этот стандарт имеется соответственно станция остается такой же по стоимости но аккумулятор нужно ставить именно взрывобезопасно на bluetooth каналу или для подключения аудио гарнитур дополнительных можно использовать bluetooth motorola выпускает также родные гарнитуры кнопки различные большая достаточно линейка у motorola сейчас выпускается беспроводных аудио аксессуаров поэтому они на сайте тоже все добавлены можете смотреть по стоимости и по наличию но на этом большое спасибо за внимание кому понравилось видео ставьте лайки всего вам доброго подписывайтесь на наш канал